Сегодня я попросила Константина, тренера с более чем 20-летним стажем, рассказать мне о том, как правильно тренировать спину. Сейчас он покажет комплекс упражнений на спину, он подходит как для женщин, так и для мужчин. А поможет нам в комплексе Алексей, это ученик Константина. Поехали! Тяга, держи, угол, упражнение для родителей в верхней части. Подтягиваем, потягиваем, внизу. Сейчас пока ножку держим, просто держим крошку. Врачащий, большой, малый круглый, трапециевидный, тромбовидный, все, что здесь находится, задняя тортовинная мышца. Подняли глаза, смотрим туда, куда уходит рост. Сели вперед до упора, поднимемся на несколько клюшницы, отклоняемся слегка назад и подтягиваем к верхней груди. Поехали! Подтягиваем, подтягиваем. Подтягиваем, подними, ниже. Обратите внимание. Движение идет вниз, ноги идут вниз и слегка назад. Отпускаем руки, ноги идут вверх и вперед. Еще раз. Какие мышцы у нас прокачиваются здесь? Верхняя часть спины. Верхняя часть спины. Верхняя часть спины. Трапециевидный, задняя. Движение. Торочайшая, большая, малая круглая. Вновь и выше все, что у нас есть. В верхней части середины спины. Тянем рукоятку, лопа ведет вниз и назад. Отпускаем вверх и вперед. Хорошо. Так очень. Сколько раз, по сколько подходов? Я думаю, для начинающих достаточно трех подходов. 10-12 повторений. Для девушек может быть 15. В общем, это больше, никакой разницы нет. Следующее упражнение называется тяга ризонтального. Прорабатываем, например, те же мышцы, только под другим ободом. То есть предыдущее упражнение сейчас было больше на развитие ширины спины. Здесь немножко в другой плоскости те же мышцы работают на толщину. Садимся ровно, ставим ноги в упор, ноги слегка солны до коленек. В пояснице мы прогнулись. Грудь вперед, а плечи с братьями. Обратите внимание на это, чтобы грудь не была впадой. Алексей, покажи, что грудь не впадой. Хорошо. Перед. Смотрим слегка наверх, на бороду грубой. Здесь, ну, давайте, Решим, покажем, как бы, как это движение, с чего оно должно начинаться. Просто сведел в обладке, без рук. Покажи, пожалуйста. Вот. Прежде чем делать это упражнение, надо научиться вот такой небольшой фермеризм. Разделить движение на две части. Чтобы было заметно, с чего начинается наш старт. То есть, отрыв, как бы, на ровес. Происходит за счет движения лопаток. Как мы видим, плечи вперед, плечи вперед назад. Еще-то я не сказал, как мы держим рукоятку. Ручки мы держим без захвата большим пальцем. Вот так. Рука образует крючок. Не берем на пальчиках вот здесь, а держим дальше, глубже. Вот на это место. Вот сюда. Все. Теперь, чтобы увеличить амплитуду в этом упражнении, можно наклониться вперед. Больше. Наклониться, наклониться, наклониться. Прямой спиной. Прямой спиной. Руки можно не выпрямляя слегка с внутренней, а не локтями. Возвращаемся на место и приводим лопатку. Поехали. А грудь вперед. Тянем не под грудь, а, как и по с Алексеем, можно чуть даже ниже, чуть ниже, буквально касаясь бедер вниз живота. Для чего это? Это классическое, как бы, упражнение. Классическое, ну, вариант, вернее, это упражнение. Когда мы опускаем, тянем, подтягиваем рукоятку вниз живота, работает вся спина. Если надо проработать выше, вот здесь, на уровне, как бы, лопаток, ближе к плечам, значит, подтягиваем рукоятку вниз. Есть классический вариант, поэтому тянем по бедру. Свети и поддержи, пожалуйста. Хорошо. Все, то же самое. Тип отвода 10-12 раз. У меня, девушек, да, можно больше. Можно 15, можно 20. Все, закончим. Спасибо. И заключительное упражнение. Упражнение предназначено для развития тренировки прямой мышцы спины, с акцентом немножко на плесницу и средней части. Также работают у нас и ягодичные мышцы, и задней мышцы. Тоже подходит, как для мужчин, так и для женщин. Для женщин есть, как бы, еще один вариант упражнения. Какой? Надо показать. Сейчас мы его покажем. Тут больше, да, смещается нагрузка именно на ягодицы. Вот всем девушкам, любым, вот обратите внимание. Угу. И обязательно, да, спина у нас круглая, подбородок лежит на груди и не отрывается. Здесь, как ни в одном движении, спина должна быть круглая. Угу. И не выпрямляемся. Смещаем нагрузку ниже. Очень хорошо прорабатывается, и главное, локально, без подключения, как бы, других мышц. То есть, когда мы тренируем, ягодицы, мы обычно делаем приседания, выпады, жемы, там, ну, еще какие-то дамахи и так далее. И у нас зачастую работают еще большие передние подключения. Если бы этого не происходит, здесь работает то, что нам надо. Угу. Вот это именно делать надо так, как он показал. Концентрировано. Здесь большой фиг упал за ним. Две-три секунды можно держать. Ну, чем дольше, тем лучше, ну, чего-то, в тот пример. И очень медленно опускаться вниз и аккуратно контролируется. В голову, для того, чтобы не закружилась головая, резко не подниматься, ни в коем случае. Ну, в общем-то. Опять же по подходам и по количеству раз. То же самое, как-то, то же самое. Единственное, что вот последнее, как в движении, надо более, это, медленно, ну, так дуть, чем, как я сказал, делать. Не зародиться, не падать, не постоянно, постоянно к поддержанию движения реглядиться. Постоянно. Угу. Не расслабиться. Результат очень хороший. И для формы, и для качества. И даже, ну, в этот случай, как перед ним. Отлично. Спасибо. Это классное упражнение. Алексей, большое спасибо. Угу. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...